В понедельник на внеочередном заседании Дагопинской городской думы депутаты приняли решение о разработке новых нормативов, которые позволят отменить действующие правила самоуправления, предусматривающие льготный проезд на общественном городском транспорте. Речь идет о временной отмене бесплатного проезда в автобусах и трамваях для пенсионеров и школьников. Да, мера непопулярная, но с учетом стремительного распространения в Латвии коронавируса COVID-19 необходимая. Проанализировав ситуацию на Дагопилсатексме, цифры показывают, что сократилось количество пассажиров, но если количество школьников, проезжающих бесплатно, сократилось на 65%, то количество пенсионеров всего на 20. А ситуация такова, что наши сеньоры – это та категория не то что здоровью, жизни которых угрожает реальная опасность. И для того, чтобы помочь им принять решение остаться дома и лишний раз не пользоваться и общественным транспортом, и не выходить из дома, все депутаты единогласно приняли решение о том, чтобы отменить бесплатные проезды всем льготникам, которые есть в Дагопилсе, на время, пока у нас в Латвии чрезвычайная ситуация. Я еще раз скажу, что это не шутки, ситуация очень серьезная, и малейшее опасность заболевания вот этим коронавирусом, особенно для пожилых людей, это не риск здоровья, это даже риск для их жизни. И депутаты своей стороны будут делать все, чтобы наши горожане находились в безопасной ситуации. После согласования с Министерством данное решение вступит в законную силу. То есть до 14 апреля проезд в городском общественном транспорте, в том числе и для школьников, и для сеньоров, составит 50 центов и 25 центов по воскресеньям.